Уровень знаний рязанских выпускников с каждым годом все выше, об этом говорит и статистика. Новые методики обучения, укрепление материально-технической базы, на этом, впрочем, поддержка властей не остановится. Поощрительные стипендии для студентов и гранты молодым ученым, вопрос репутации, их объем, конечно же, будут только наращивать. Губернатор особо отметил незаменимую помощь рязанских вузов в борьбе с пандемией коронавируса. Позитивный эффект, такой плодотворной консолидации наших усилий, конструктивной работы обязательно нужно закреплять. В первую очередь, конечно, это касается одного из главных направлений, в котором мы многие годы успешно взаимодействуем. Это подготовка кадров по востребованным сегодня специальностям. Важно, чтобы нам продолжало удаваться выстраивать работу таким образом, чтобы учитывать интересы региона и индивидуальные, в то же время особенности каждого вуза, их траслевую ориентированность. Это, безусловно, способствует формированию в Рязанской области, формированию такого комфортного образовательного пространства, потенциал которого позволяет сегодня готовить качественные, эффективные кадры, сохраняя при этом лучших выпускников все-таки для работы потом в регионе. Прямо сейчас в России идет отбор вузов на участие в проекте академического лидерства «Приоритет-2030». Рязанские вузы тоже участвуют. Приз серьезный. Университеты, которые его пройдут, получат соответствующую дополнительную федеральную поддержку. Это федеральные гранты на реализацию программ развития и масштабирования в системе высшего образования лучших практик научно-исследовательской и инновационной работы. Туда в эту программу должны войти более сотни вузов, каждый из которых будет ежегодно получать минимум 100 миллионов рублей. Николай Любимов поддержал также ряд предложений Совета ректоров по проведению мероприятий в рамках Года науки и технологий, создание телеграм-канала «Высшее образование Рязанской области», активизация аналитической работы и обмена информацией между вузами и областными министерствами. Субтитры создавал DimaTorzok